В Кировско-Апатитском районе набирает обороты прививочная кампания против коронавирусной инфекции. В первых рядах тех, кому делают уколы здоровья, педагоги, социальные и медицинские работники. Какие ощущения и как самочувствие? Эти вопросы мои коллеги-журналисты Народного адресовали тем, кто теперь под надежной защитой. Марина Северюхина сделала прививку от коронавируса в числе первых на прошлой неделе. Из кабинета вышла с улыбкой, охотно делилась впечатлениями. Да хорошо, постоянно прививки делаю. Как прошел? Показано, укололи и пошел. Как самочувствие? Хорошее. Елена Овсянникова получила свою порцию вакцины в тот же день вместе со своей коллегой. Меня осмотрели перед вакцинацией, доктор сделал вывод о том, что мне можно сделать вакцинацию, и я получила непосредственно прививку от ковида. Никаких неприятных ощущений я не почувствовала. После укола рекомендуется полчаса посидеть, оценить первичную реакцию организма и лишь потом уходить. По словам медиков, как и при любой прививке, в течение первых двух-трех дней после вакцинации от коронавируса может повышаться температура. Мы встретились с Еленой и Мариной, застав их на рабочем месте. Интересуемся, как самочувствие. В день прививки через 8 часов примерно я почувствовала недомогание, ломоту в костях, и у меня поднялась температура 37,7. Я выпила, как в памятке написано, любое нестероидное противоспалительное средство. Ночью я спала, чувствовала, что потоотделение идет, снижается температура. Утром встала, прислушивалась к себе, все было хорошо, я пошла на работу. И последующие дни до сегодняшнего чувствую себя хорошо, никакой вообще симптоматики не наблюдается. У Елены Овсянниковой никаких гриппозных симптомов не было. Дискомфорта она не чувствовала ни в день прививки, ни впоследствии. Отличное самочувствие и сегодня. Однозначно, что прививаться надо, потому что мы общаемся с людьми, к нам приходят больные, мы не знаем, с какой инфекцией они к нам приходят. То есть они могут прийти к нам с туберкулезом, могут прийти с пневмококковой инфекцией, а могут прийти и с ковидом. И поэтому мы должны защитить как себя, так и пациентов, которые к нам приходят. И поэтому медицинские работники однозначно должны прививаться от ковида. Вакцинация от ковида проходит в соответствии с определенным графиком. В его основе принцип приоритетности, кому прививка необходима в первую очередь. Первый уровень, к нему относятся работники медицинских образовательных организаций, сотрудники организаций соцобслуживания и проживающие в них лица, а также лица с хроническими заболеваниями. Ко второму уровню приоритета вакцинации относятся работники транспорта, сотрудники правоохранительных органов, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры и работники сферы обслуживания. К третьему уровню приоритета вакцинации относятся учащиеся вузов, профессиональных образовательных учреждений, а также лица, подлежащие призыву в армию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова